Первые дни площадки форума «Армия» открыты только для специалистов. Военные из десятков государств приехали, что называется, увидеть товар лицом. Сумма только анонсированных контрактов, которые заключат здесь в ближайшие дни, перевалила за полтриллиона рублей. И это не только военная техника, но и уникальные разработки двойного назначения. Российская компания «Савелмаш» запатентовала подход к созданию двигателей, который значительно уменьшает размер силовой установки без снижения мощности. Инновационный метод применяют, например, и в создании электроинструмента, и для модернизации бронетехники. Мы можем отработать разные режимы работы. Это и разворот на месте, это и, скажем, повышение маневренности стандартной платформы. В том числе в дальнейшем это позволит создать транспорт высокопроходимый, плавающий, коим и является стандартная БТР, но с большим запасом хода и с еще улучшенными характеристиками. Потому что из системы трансмиссии исключаются мосты, исключается большое количество редукторов, раздаток и тому подобного. Соответственно, повышается ремонтопригодность, надежность. И в нашем случае здесь мы отрабатываем системы последовательного гибрида, поэтому стандартный двигатель также удален. На его место установлен дизель-генератор меньшего размера, который будет заряжать аккумуляторные батареи. Для всех желающих Международный военно-технический форум «Армия» будет доступен с пятницы и продлится до воскресенья, 21 августа. Добраться до парка «Патриот» можно на автобусе, личном транспорте или на поездах «Ласточка», которые будут курсировать от Москвы дважды в день. Алексей Алексеев, Михаил Андреянов-Зайцев и Анастасия Романова. Телеканал «Звезда». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова